Сегодня горожан принимали в поликлинике, расположенной на территории областной клинической больницы, в два этапа. С утра рязанцы на голодный желудок могли пройти ряд исследований для профилактики инсульта, а затем до двух часов дня можно было посетить лекции с подробным описанием заболевания. Доктора рассказывали людям о типах инсульта, причинах его возникновения, подробно описывали правильные действия граждан при обнаружении признаков инсульта у себя или окружающих людей. Односторонняя слабость в руке и ноге на одной стороне, или только в руке, или только в ноге, как правило, на фоне повышенного давления, а не менее тела с одной стороны, которая может сопровождаться тоже слабостью, изменение речи, то есть когда речь стала у человека невнятной, или человек вообще перестал говорить, или он не понимает окружающих, внезапно возникшая сильнейшая головная боль с тошнотой и рвотой, нарушение сознания, нарушение глотания и иногда очень сильное головокружение, которое сопровождается нарушением координации. В этом случае человек не может сидеть, стоять, поддерживать себя в вертикальном положении. Любой из этих симптомов в сочетании или по отдельности является причиной для того, чтобы сразу вызвать скорую помощь. Иногда докторам удается очень удачно локализовать проблему, которая привела к инсульту. При ишемическом инсульте мы в первые 4,5 часа от начала заболевания, то есть от появления самых первых симптомов, можем провести тромбоэлитическую терапию. То есть с помощью специального препарата, который вводится по определенным показаниям, попытаться восстановить проходимость сосуда, восстановить в нем кровоток, и таким образом, если тромбоэлитис эффективен, то у человека симптоматика либо исчезает, либо очень сильно уменьшается. Ишемический один из видов инсульта, при нем крупный или среднего калибра сосуд мозга, закрывается тромбом. Затем происходит выключение определенного участка мозга из-за прекращения его кровоснабжения. С такой катастрофой каждую минуту сталкивается один россиянин. Другой вид инсульта геморрагический – это разрыв сосуда, обычно связанный с повышенным давлением, но бывает и врожденная аномалия развития сосудов. В этом случае пострадать могут и взрослые, и дети. После разрыва сосуда происходит кровоизлияние в мозг. Для профилактики и предотвращения любого инсульта нужно знать состояние своего здоровья и корректировать его. Некоторым приходится всю жизнь ежедневно принимать препараты, понижающие давление или разжижающие кровь, но это того стоит. Врачи советуют отказаться от курения и крупных доз алкоголя, следить за холестерином в крови и не пренебрегать физическим нагрузкам. Чтобы подобрать методику поддержания здоровья, нужно пройти ряд тестов. Это и сделали сегодня рязанцы. Сегодня бесплатный забор анализов и плюс еще посещение кабинета для проверки сосудов головного мозга, шеи. Мы поэтому сюда появились, чтобы тоже сделать анализ, от инсульта убежать. Кровь сдам на холестерин, чтобы знать. Уровень глюкозы и холестерина в крови, артериальное давление, индекс массы тела и УЗИ сосудов шеи. Результаты сразу, затем консультация доктора с разработкой плана действий или лечения. За этим со всего города собрались люди, которые сделали один из шагов по предотвращению заболевания. Это может сделать каждый в Центре здоровья при ОКБ или в своей поликлинике.